Проблемы так называемых аптечных алкоголиков серьезно озадачились в правительстве страны. Спиртосодержащие препараты оказалось куда чаще используют не для лечебных целей. А добавки, которые содержат такие лекарства, в случае злоупотребления ими могут искалечить человека. Олег Котанзейский с подробностями. Высокоградусные пузырьки герои интернет-роликов закупают в аптеке, чтобы сэкономить для так называемых аптечных алкоголиков выбор напитков достаточно обширный. На прилавках есть боярышник, пустырник или валерьяна. Выпил и сразу похмелье прошло, а заодно и подлечился. Традиционный маршрут для тех, кто любит недорого, но крепко выпить из алкогольного магазина прямиком в аптеку. На прилавках можно найти рюмку спиртосодержащей настойки и купить ее без рецепта врача. Фармацевты уже давно привыкли к тому, что зачастую, чтобы поправить свое здоровье, настойки приобретают не совсем трезвые люди. И закупают они обычно оптом. Берут сразу по несколько флаконов. Одна похмельная доза стоит не больше 25 рублей. Такая проблема, к сожалению, существует не только в нашем городе, но и во всей России. Да, некоторые даже не стесняются. Они могут выпить боярышник прямо в коридоре или возле аптеки. Аптечная алкоголизация – серьезное беспокоенное правительство России. Теперь Министерство здравоохранения прорабатывает программу, по которой установят ограничения на объем флаконов спиртосодержащих настоек и запретят аптекам продавать такие лекарства без рецепта. Основная цель – исключить потребление спиртосодержащих лекарств в немедицинских целях. При этом вопрос о полном запрете продажи спиртосодержащих лекарственных препаратов в аптечной сети не ведется. Такую инициативу поддерживают и наркологи, которым приходится бороться с последствиями употребления аптечного алкоголя. И медицинские настойки в первую очередь предназначены для употребления в объемах капля на стакан, капля-20 на стакан. А когда их употребляют пузырьками по 100 мл, соответственно, негативные вреды как спирта 90-80%, так и плюс лекарственного вещества, которое там добавлено. Однако, по словам экспертов, высокоградусные настойки опасны для тех, кто занимается самолечением, то есть принимает в качестве лекарства, но в неправильной дозировке. Не исключено, что появится и сердцебиение, и приступы тахикардии, да, может быть, головокружение, в общем, может быть, все что угодно, все зависит все-таки от организма. Вот только сами потребители ходить по врачам за рецептами пока не готовы. Люди воспринимают новые правила как очередное неудобство. Да, 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 это же талон достать, и все хорошо. Пустырные пьют люди не только алкоголики, и обычные люди пьют при каких-то стрессовых ситуациях, поэтому я считаю, что нет. А фармацевты предлагают свое альтернативное решение, чтобы и обычным покупателям угодить, и любителей спиртного не обидеть. Каждой бабушке за настойкой, за идти за рецептом сложновато, тогда начнутся выписывать по рецепту большие количества настоек. Опять же, контроля никакого не будет. Может быть, стоит здесь нам, аптечным сотрудникам, проявить инициативу и противодействовать вот этому. Да, да, да.